Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владеец личного подсодного хозяйства. И сегодня я поделюсь с вами опытом обрезки, подкормки смородины в осенний период. Урожай смородины уже давно собран и кусты готовятся к зиме. А значит, такие кусты нуждаются в уходе. В первую очередь в обрезке и подкормке, в обработках от болезней и вредителей. Но начнем работу. В первую очередь с наведения порядка около кустов. Нужно убрать всю старую мульчу. Ведь за лето в такой мульче могли накопиться различные патогены. В этой мульче могут прятаться вредители на зимовку и приствольные круги нужно очистить. Также нужно убрать всю опавшую листву, ведь она может служить источником распространения заболеваний. После того, как мы очистили приствольные круги, приступаем к обрезке. У многих начинающих садоводов, да и даже у опытных, возникают вопросы с обрезкой. Непонятно, какие ветви удалить, а какие оставить. И сейчас я вам объясню, что нужно удалять, а что оставить для хорошего урожая. За лето на кустах смородины сформировались побеги первого порядка. Это однолетний прирост. Это вот такие однолетние побеги. Кора у них серого цвета и нет боковых ответвлений. Вот такие побеги через год-два уже начнут давать урожай. Их нужно максимально сохранить. Удалить лишь слабые, тонкие, загущающие, либо сломанные. Остальные побеги, вот такие мощные, хорошие, на кустах нужно оставить. Далее идут побеги второго порядка. Это вот такие ветви. Они молодые, но уже на них есть боковые ответвления. Если внимательно посмотреть на ветку, можно увидеть вот такие кольца, наплывы коры. Это и означает переход. По этим кольцам можно определить возраст ветки. Здесь кора коричневая. Это прирост прошлого года. А это прирост нынешнего года. Таким образом, этой ветви два года. Такая ветвь уже дает урожай. Такие ветви также сохраняем. Удаляем их лишь в том случае, если они слишком загущают куст, либо повреждены пачковым клещом сморозиновым, либо какими-либо другими заболеваниями, либо это усохшие ветки. Только в таком случае мы их удаляем. В остальных случаях их обязательно сохраняем. Ведь это залог будущего урожая. Следующие ветви, которые идут, это ветви третьего порядка. Вот у меня в руках такая ветвь срезанная. Такая ветвь уже имеет множество боковых ответвлений. И такие ветви дают основной урожай. Это самые ценные ветви на наших кустах. Если обратите внимание, такие ветви еще имеют также коричневую кору. Значит, они достаточно молодые и ценные ветви для кустов. Их также максимально сохраняем. Опять же, возникает вопрос, что тогда с этого куста мы срезаем, удаляем. А будем мы срезать ветви четвертого и последующих порядков. Я вам сейчас покажу, как они выглядят. Это вот такие ветви старые. Кора на них уже черного цвета. Это первый признак, что такие ветки нужно удалять. Черный цвет коры, лишайники на ветвях, множество боковых ответвлений. С таких ветвей хорошего урожая уже не будет. Ягоды, конечно, на них вырастут, но ягода будет мелкая. Поэтому такие ветви мы удаляем. Часто такие ветви также будут повреждены стеклянницей смородиновой. В них можно увидеть, если присмотреться вот к таким веткам, внутри ствола проточены. Это и есть смородиновая стеклянница. Она прогрызает в ветвях ходы, и такие ветви часто усыхают. А также вредитель распространяется на другие соседние кусты и поражает здоровые ветви. Поэтому обязательно их удаляем. После того, как мы обрезали кусты, внимательно нужно их осмотреть. Проверьте почки на кустах. Если вы обнаружили вот такие вздутые округлые почки увеличенного размера, то это наверняка смородиновый клещ. Он зимует в таких почках. В одной почке может быть несколько сотен особей такого клеща. И на следующий год во время цветения он будет распространяться на соседние цветы, кусты, заражать их. И такие кусты не будут давать полноценного урожая. А также клещ разносит опасное вирусное заболевание, реверсию. И кусты подлежат уничтожению. Поэтому обязательно осмотрите кусты и удалите вот такие почки. А если побеги поражены такими почками полностью, как вот в этом случае, такие побеги удаляются полностью. После обрезки также не забывайте пролить куст водой. Это нужно для того, чтобы снять стрессовую нагрузку. Особенно этой осенью у нас стоит засушливая погода. Долго не было дождей. Поэтому полив обязателен. Ведро 2, воды под каждый куст после обрезки. После того, как кусты обрезаны, навезен вокруг миг порядок, нужно приступить к подкормкам. Осенью для хорошего возревания древесины, для хорошего формирования мощной корневой системы нужны калинофосфорные удобрения. Сморозину можно подкормить калинофосфорным удобрением обычным. Это может быть суперфосфат. Вносят 30-40 грамм удобрения на квадратный метр. Либо сульфат калия. Вносят еще 20 грамм на квадратный метр. Итого суммарно получается примерно 50-60 грамм на метр квадратный. Не стоит лишь использовать калийные удобрения, содержащие хлор. Ведь хлор угнетающе действует на растения, в том числе и на смородину. Если вы не сторонник применения минеральных химических удобрений, используйте обычную золу. На квадратный метр примерно стакан древесной золы. Завершающим этапом будет мульчирование приствольных кругов смородины, перепревшим компостом, либо навозом. Под каждый куст примерно 2-3 10-литровых ведра перепревшего компоста, либо навоза. Но такую процедуру лучше выполнять в поздний осенний период. Примерно в конце октября, а то и начало ноября. Дело в том, что органические удобрения могут спровоцировать буйный рост в осенний период. А это негативно скажется на возревании побегов. Поэтому мульчирование органикой проводим поздней осенью. Завершающий этап работы со смородиной – это обработка от болезней и вредителей. Против различных заболеваний, различных патогенов, лучше всего использовать медь, содержащие препараты. Это может быть 1% бордовская жидкость, либо другие препараты на основе меди, такие как абегопик, хом, скор и так далее. Почему именно 1% раствор бордовской жидкости? Дело в том, что у смородины еще есть листва, а почки еще недостаточно вызрели, недостаточно имеют плотную оболочку. И если использовать раствор более сильной концентрации, 3%, можно обжечь почки. Поэтому лучше предостеречься использовать 1% раствор. Для борьбы со стекляницей также используют различные химические препараты. Однако, если обрабатывать кусты по листу, вне корневую обработку делать, то такие обработки, прозит данного вредителя, неэффективны, ведь вредитель находится внутри ветви. Поэтому нужно пролить кусты смородины раствором препарата Актора. Понадобится 8 грамм препарата, это обычно 2 пакетика, на 10 литров воды. Примерно под куст ведро такого раствора понадобится, и стеклянницы не будет. Только в этом случае вредитель погибнет. Не стоит бояться таких препаратов системных, как Актора, ведь урожай уже собран, а к следующему году все химические вещества, отравляющие, они нейтрализуются. Обязательно позаботьтесь о смородине сейчас, осенью, и в следующем году она отблагодарит вас щедрым урожаем. До новых встреч! Спасибо за лайки и подписку! Субтитры подогнал «Симон»!